всем привет ну что пришла пора поговорить про колпачковую колонну как бы я ее тут уже испытал по-всякому вы видели видео мои про нее колонна все та же от schnapser аппарат schnapser xo4m другой у меня никакой нету тестил я ее про нее и буду рассказывать положил я тут на подложку чтобы не каталась как кстати подложка вот это прикольная не подложка утеплитель от царги со своей задачей справляется хорошо ну вот короче про колпачки вещь шикарная тут как бы ну я додумаю вы все понимаете но у кого ее нет может не понимают для чего она нужна она нужна для зерновых и фруктовых брак зернового и фруктового самогона для сахара смысла я в ней не вижу вот честно я пробовал сахар на ней перегнать вот даже на этой показывать вам не стал ну как бы смысла нету для меня все-таки может быть я придирчивый если вы хотите получать дистиллят именно дистиллят то можно использовать и для сахара я ее только для зерновых буду использовать для сахара это две царгина спирт и все остальное как говорится но если вы хотите можете использовать спокойно вы будете получать 90 градусов с нее если кого устраивает такой результат то можно брать и пользоваться ну для всего как говорится но вот я бы не стал бы на сахар если честно сахаре ароматики, а эта вещь для ароматики все-таки. Но попробуем по порядку, не по порядку, как получится. Я же говоря, без сценария, просто рассказываю. Значит, что она дает? Она выдает нам крепость 90 градусов. Именно вот это 4 колпачка. То есть, если вы берете 4 колпачка, ну, 5 колпачков даже, это 90-91 градус. Работает она, это вот все тонкости сейчас будут такие мелкие рассказывать, работает она, грубо говоря, 2 киловатта мощность. То есть, подаваемая мощность у двух дюймовки, это 2 киловатта, ну, 2200. Дальше она может уйти в захлеб. Блин, не показал я вам это, ну, в принципе, что там, заполнилось все и все, как обычно. Захлеб он и есть захлеб. Поэтому, самая рабочая мощность это 2 киловатта. 2 200, там, если у вас потери какие-то есть. Больше подавать сюда смысла нет. Колпачки, я говорю, вот их здесь 4 штуки. Соответственно, выдают они 90 градусов. Это все-таки, по мне, больше подходит для питья, ну, то есть, для бочки, то есть, для выдержки. Если вы хотите пить в белую, в белом виде, то вот можно использовать, как я вам показывал видео про рис, царгу еще накидывать сверху, либо еще одну дополнительную такую штуковину поставить. Тоже вариант. Но укрепление, как по мне, нужно. Потому что все-таки запахов много и самое основное, она не удержит вам хвосты. А хвосты в бочку нужны. Для питья в белую хвосты плохо, для бочки хвосты хорошо. Вот эта севушка, именно она в бочке работает. Чистый спирт там работает. Ну, нихрена не работает, грубо говоря. А вот как раз севушка там превращается во все вкусняшки. Но нужна выдержка, нужно время. Поэтому вот такой вариант, 4 колпачка, очень хорошо для бочки. Оргонолептика, ну, то есть, ароматика вся сохраняется. Шикарно, бесподобно. Тут спору нет. Пробовал я вот, я вам показывал, в общем-то. И с покупной этой кукурузной крупой. Ну, на рисе там ароматика невелика. Но я и с укреплением делал. Перегонял вот эту вот. Делал смородиновую водку. Шикарно. Она сейчас еще отдохнула. Ну, вообще красота. Поэтому для тех, кто хочет получать ароматные какие-то вещи, эта штука прям, ну, можно сказать, что не заменит. Теперь, значит, что у нас по таким еще тонкостям. Гнать, гнать на ней. Надо ориентироваться не по верхнему термометру, который у вас будет там возле отбора, а по запотеванию нижних этажей. То есть, нижние этажи будут потеть. Вон он, кстати, припотел. Именно это потому, что там всегда влага остается. По запотеванию пары нижних этажей можно судить, что уже все, кранты начинают лезть хвосты. Либо, либо лучше всего ориентироваться, ну, на вашем аппарате немножко присноровиться и ориентироваться по температуре в кубе. Я всегда работаю на ней, по температуре в кубе. Раньше работало, сейчас это удобно. То есть, грубо говоря, к 90 температура в кубе подошла. Напрягаемся. Смотрим, потеют, не потеют. А лучше всего уже менять посуду. То есть, вы тару меняете, и у вас получается, потом уже смотрите, стоит ли добавлять или нет в общий отбор тела. Но на 90 градусов чаще всего я отбор прекращаю. Потом просто отбираю оборотные хвосты, которые перегоняю. Но вот отбор тела самого на 90 градусов в кубе я отрезаю. Ну, так проще. Хвосты я потом все равно на спирт перегоню. А качественную вещь я как бы лучше сделаю с хорошим качеством что-то, чем потом там будет фу, немного хвостов я хопанул. Поэтому вот такой вот совет. Следующий момент по мытью. Вот это все как бы все прикольно, все классно. Медное же. Вот они. Медные тут. Торчит вон она. Но она грязная, видите? Ну, не то, что грязная, а темная. Она вот это выработала у меня уже порядка, наверное, там сколько? 12 перегонов точно. Я ее мыл. Но мыл как? Вот этот вот халявный метод, который все любят говорить, это типа закрыть здесь снизу, поставить заглушку, к лампе залить туда лимонной кислоты. Ну, такой себе метод. Чуть-чуть он ее освежит, но такой неинтересный, как говорится. Потому что толком он ее не вымыет. И в этом проблема такая есть, что ее надо разбирать. То есть вы эти шпильки снимаете, разбираете все. И уже по отдельности эти колпачки либо кипятите в лимонной кислоте, либо щеточкой еще там дочищаете. Это если уже хотите добиться именно чистоты. Потому что просто залить туда лимонкой, халявно, прикольно. Ну, это там вот прям чуть вам их высветлит и все. Вроде бы такие основные нюансы все по ней сказал. Колонной, ну, я доволен. То есть этой царгой с колпачками я реально доволен. Ну, так же, как, в принципе, сам аппарат вот этот ШНАПС РЕКСА-4М, он меня устроил. Хороший аппарат. Новичок справится легко. И с этой вещью тоже справится легко, если вот прислушаться к тем советам, которые я дал. А дальше только практика. Основное вот это. А, был еще вопрос там типа, как вот воду оттуда слить? Кто-то спрашивал меня. Никак. То есть вот ее поставили, пусть сохнет. Вон она сейчас там где-то. Вот она влажная внутри. Недавно на ней работал. Поэтому сама по себе высохнет. Так что вот такой расклад. Я говорю, для зерна, для фруктов. Сейчас сезон скоро наступает. Вот эту вещь прямо рекомендую. Оно того стоит. Вот реально. Потому что получите прикольный ароматный дистиллят. Именно ароматный. Вот с ароматикой. Классно. И работать на ней просто, если приноровитесь. То есть до 90 гоните. Все, отрубились. Или там по колпачкам по этим посмотрели, по этажам. И все, там две запотели, отрубились. Ссылки на нее положу в описании. Там кто захочет почитать, купить. Промокод мой тоже там. Вещь достойная. Гонять ее буду теперь много. Потому что на зерне я... Ну я в общем-то на зерне. Я такая мышь зерновая, которая пьет это зерно. Сахар я не пью. Так что вещь классная. Рекомендую. Повторяюсь. Но это так. Ну все. Всем удачи.